Раскачаем Найди свою половину Время лететь Йок, сарикой, текила Новые интриги В поисках хоть ты свои шансы оцени Давай обнимемся Слушай, если мы обнимемся Это будет полный Ну почему? Сейчас нас увидит И я не хочу, чтобы рушилась Все в том, к чему я так долго шла Хорошо Кирилл Ай Че? Че? Иди сюда А? Иди сюда Ты же, ты меня обнять стремаешься Это я расценю, это неправильно Я люблю тебя Кого? Как друга А я реально люблю тебя, как друга Как молодой человек, я тебя любить не могу Мне ждать объятия или не ждать объятия? Ну иди обними Ну давай ты пойдешь, я пойду Нет, ты Давай подружески объявись Пожелай мне удачи Давай Все, Настюша Удачи тебе Серьезно А ты крепко с пи-соленой А ты крепко с пи-соленой Я буду спать с Аленой Крепко Я буду верен тебе До завтра Пожалуйста Хоть бы у тебя не встал Сука, я на колдун Ой, блин Елисей Если ты чувствуешь, что она кончает Не радуйся этому Потому что можно от радости кончить первому Понимаешь? Поэтому злись на нее Злись на нее Думай о Велле в этот момент Вот очень хочешь кончить Вот вспоминай вот это лицо Велла Да Да Настя, золотое правило в сексе с мужчинами Не бей их никогда Даже по жопе? Никогда Это может смутить мужчину Потому что я самец Максимум, максимум, максимум Вот так вот Нет, представляешь ситуацию Он думает Я самец, я самец, я самец Аааа Мужчина, что надо делать? Понимаешь? И член такой говорит Да Это наш И такой по кровати по полу Знаешь? Еще раз ты меня повторишь И не знаешь, что мы сделаем События Благословляй Елисей, Елисей, нас благословляют Благослови нас Не прикольно Прикольно Ребята, вы едете О, да, собраться, поехали А так Я буду сейчас А есть? Шпоки, шпоки, шпоки Ребята, давайте все вместе Понимаем, когда вынимаешь А что, три? Раз, два, три Понимаешь, когда вынимаешь Шпоки Шпоки, 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 шпоки А ненадолго, да? Обращайтесь и снимайте с темными. Ну что-то не пойму. Чего? Тебе вот нравятся шлюховидные девушки? Ты мне шлюховидные. Нет, я про Ксюшу. Ну а разве шлюховидные? По сравнению с ее нарядами, как она одевается, то да. Ну, у нее охренительная фигура. И че теперь? Ты говорил, что у нее волосы плохие. Ну, тебе про фигуры говорю. Ну, без Эдра фигура делается. Лицо не делается. Ну, лицо, это же довольно-таки симпатичное. Вэл, ты симпатичнее, я лицо же. Ты самая красивая, кроме Полины. Полина для меня все. Просто он говорит, что у нее фигура красивая и лицо красивое. Посмотри на эту девушку. Ты слышал, как она поет? Я не хочу слышать, как она поет. Ты не понимаешь, она талантливая. У нее есть голос великолепный. Она чисто поет интонациям. Нет, она мне не нравится. Но почему она постоянно проводит параллель с Ксюшей? Потому что ты с ней сидишь, ты с ней обнимаешься. Мы сейчас не говорим про тюремные отношения. Просто я тебе говорю о том, что ты ревнуешь меня к Эрику. А ты мне делаешь все, чтобы я ревнала тебе к Ксюше. Вот и все. Понимаешь, чтобы познать, что такое любовь и счастье, он должен немножко повременить. Нет, давай всему сразу. Я ему не знаю. Попридержи себя. Я понимаю, что ты грезишь о том, чтобы он ласкал твой клитор. У него это главное. Правильно говорит. Я пока в раздумях. То есть это не говорит о том, что ты мне меня с ним почистил, чем Ксюша. Но я вас заряжу творчески, если вы обидите ее. Ну, чувашка моя. А вы же помирились, да? Чувак, мне хочется сказать. Ты знаешь, как он передо мной сегодня извинился? Он сначала извинился, подошел, а я типа чисто так, знаешь, как так. Ну да, да. Он припудал тебе носик. Он сделал мне романтик, чисто дружеский такой. И, простите, человек извинялся. И как бы за такие извинения нужно принимать. Сколько тебе заплатил-то молчание, скоро честно? Да. Ты вот сюда спину, а я туда вот так. И будем петь. Петь и скайф. Ясно? Хочется с ребятами здесь, Аня. Что? С ребятами хочется посидеть. Да, успокойся, ты каждый день с кем-нибудь увидишься. Адон, у тебя всегда вечная... Ну, пойдем. Я тебе говорю, у тебя всегда вечная отмазка. Когда я тебе что-то делаю, не нужно меня через... Прокидывайте, Адон. Я тебя не опрокидываю. Ты когда мне что-то делаешь, я тебя уважаю. Саш! Ну, правда, я не хочу сейчас лезть в ванную. Сань! А все, короче. Что? Делай, что хочешь. Саш! А все, ко мне больше я от тебя отжим. Больше не могу относиться. Я это делаю не ради себя. А ради того, чтобы я от тебя работаю. Саш! Перестань! Что за бред ты опять начинаешь? Саш! А с кем ты здесь страховался уже? Какой человек у тебя пощадал? Только с тобой, разумеется. Ты что, ты не помнишь? Елисея, ты очень, наверное, как он сказал. И Кирюха уже третий, ё. Кирюха, ты пересчитай всех у меня за проекты. Их там миллиарды, я тебе скажу. Не, у тебя прят? Девушек, зверей, трупов. Детей. Детей. Слушай, Оксана. Тебе прят? Ты что прят? Да, угу. Чего? Ну, трогать мальчика. Трогать мальчиков? Слушай, в моем воздухе... Я не... Честно, я тебе скажу, я тебе к маме клянусь, просто у меня это шок. У меня был мальчик, которого я встречала 6 лет, и другой был, который сейчас год. То есть ты меня парень в жизни, но это... А ты такая, я понимаю, Тор, у тебя вообще... Слушай, я... У меня такое мнение, нет. Это мое мнение просто, которое... Я делаю, что я хочу. Ну, так твое мнение, как бы... Как люди посмотрят об этом, будут охреневать. И что? И что? Да, жесть. Будет, ты идешь во дворе из дома, вы хвачите, Эй, шлюха! А-а-а-а, кричат сзади, нет? Слушай, ну, они доразвитые, возможно, не кричат, но я это не слушаю. В смысле доразвитые? Это так сказано. Даже у меня такое мнение вышло. Оксан, это мое мнение. Ты стрёмная тёлка, а я... Поняла? Оксан, объясни мне, пожалуйста, одну простую вещь. В каком месте ты офигенная? Расскажи мне. У меня офигенная фигура, лицо. Я сам... И Жерик сегодня сказала то, что я сама... Тёлка на... То есть ты хочешь сказать, что ты с Мишей, да, вот, прожив два дня, ты в него... Нет, шесть дней уже прошло или семь. Нет, но я имею в виду, что... Я очень люблю, у меня такие эмоции пёрли. То есть ты влюбилась с него, да? У меня эмоции такие пёрли от человека, что... На второй день. Нет, смотри, Оксан, ты мне говоришь, что... Я могу влюбиться за секунду и за минуту. Ну, так а... А что ты решила, что я не могу влюбиться за секунду или за минуту? Ты сказала, что у тебя не только по любви бывает. Слушай, я сказала это. Ты сказала, у тебя по любви. Я сказала, что я могу получать удовольствие, а не только. Я сказала, что я делаю всё, что хочу. Да, я могу получать удовольствие от всего, чего я хочу. Так что, Кирюха, если она с тобой будет жить в комнате, извини, она может с другим челом потом где-то зажигать. Оксан, мне кажется, тебе нужно обратиться либо к психологу, как минимум. Да? Да. А тебе нужно нос исправить в клинике, запасить бабла. Оксан, знаешь, что самое смешное? Что я тебе говорю... Мне просто похер, но я пришла поджать на тобой. Я не говорю о твоих нравственных качествах, а ты отвечаешь моими физическими. Слушай, где взять? Если у меня кривой нос, то у тебя кривые мозги и кривая душа, понимаешь? И это гораздо... А ты стрёмная тёлка. Так где? Кстати, твои синие тени к себе не очень смотрятся. Да ладно. Пойду смой. Это стрёмно. Слушай, Оксан, а ты можешь о чём-то невнешнем ты можешь говорить или как? Ну, для меня внешне самое главное. А, ну тогда всё понятно. Я просто... С самого начала я тебе говорила, тебе прежде, когда кинем... Нет, ты знаешь, тогда всё. Солёное, а не сон. Нет, у меня всё нет. Если для тебя внешнее самое главное, то у меня к тебе вопросов нет вообще. Ну да, а главное... Человек на что клюет, на внешность? Оксан, я понимаю, что быть такой недоразвитой, как ты, с таким уровнем мышления... Всё, что ты понимаешь, что это жёстко. Что жёстко? Если ты давишь на мой уровень и на моём мышлении, я тебе скажу, что у меня нету, по крайней мере, так как у тебя этого уровня. Но ты стрёмная и у... тёлка. А я... Поняла? Оксан, объясни мне, пожалуйста, одну простую вещь. В каком месте ты офигенная? Расскажи мне. У меня офигенная фигура лицо. Я сам... Даже Эрик сегодня сказала то, что я самая... Тёлка на проекте. Слушай, если Эрик над тобой поджал... А тебе это просто жалость, то, что Кирилл хотя бы в твою сторону посмотрел. Да ладно. Да, я обращу внимание. Потому что в твоём кругу общения какие-то жёстки находятся. Ой, Ксюша, пошла эта дура. Так ты... Ой, извини за дуру, конечно, извини. Без грубой сеть. Кира, ты мне сейчас портишь репутацию, как пацана достойного. Я... Тем, что ты и шанс даёшь, и Ксении даёшь, и Насте мозги и... Ты определись. А чё? Ну, я же, я не знаю. Я тебе серьёзно говорю. Я не играю за ротик. Ладно, братан. Думай о завтрашнем дне. Поверь мне. Репутация у тебя совершенно нормальная. Я не знаю, что ты переживаешь. Я не переживаю ни за что. Мне... Она не нужна. Всё. После кого-то. Давай, ты молодец. Держался. Давай. Как и несёт. Нормально всё? Давай, нормально. Слышишь твоим вещам? Каким вещам что-то несёшь? В смысле? Ну, он сейчас опять всё выкинет. Ничего не выстоит, он не переживает. Что, он дурак, что, совсем? Что его обижает, это он всё делает, как бы, как ему кажется. Сейчас, видишь, а ты так поступаешь ко мне, идёшь ночевать. Вот это... Кирилл, я изначально договорилась, что я к тебе пойду ночевать. Так бы сказала ему, всё. Я ему сказала. Думаешь, ты что, он реагирует, будет нормально? Кирилл, в любом случае, не хочу с ним спать. Хочешь, я пойду обратно? Так нет, уже всё решено. У меня где-нибудь ночью потом. Да не будут он тебя трогать, всё решено ночью. Ладно, давай, тогда я пойду. Куда, куда ты пойдёшь? Чё ты принесёшь? Я тебе говорю, мы идём, всё решено. В смысле, хочешь, я пойду. Всё решено уже давно. Чё тут метаться тысячу раз? Ты из-за Ксюши сейчас так нервничаешь? Ты из-за Настей, которая сейчас так нервничаешь? Что за бред? В смысле нервничаешь? Причём нервничать? Из-за Ксюши. А чё он тебе сказал? А? Чё он тебе сказал? Он сказал, что его огорчает, что он для тебя всё делает, а ты, как бы, видишь, типа, этим самым, уходя ко мне, ты его принижаешь. Вот. Ну, я не хочу с ним спать. Ну, мой друг, но это не означает, что с ним спать хочу. Ну, это можно было, как бы, немножечко по-другому обыграть. Блин, я изначально ему уже, там, ну, начинала втирать то, что я сегодня к тебе ухожу спать. Ну, тогда я не знаю, чё уж. Он не хотел этого слушать, принимать и так далее. Он начинал приватить. Могу сказать, типа, там, Саш, спасибо тебе большое, ты мне столько, как бы, приятно. Да, да, да. Я это говорила. А, ну, тогда всё, ты иди ко мне спокойно спи, с спокойной совестью и так далее. Кирилл, человек просто не понимает, он нормально, блин. Ну, понимаешь, он начинает орать, посылать. Я у Кирилла спрашиваю, вам что-нибудь было у вас? Вот, ну, обтирались. Ну, она, нет. Ну, хочешь, я тебе расскажу, как было? Она залезала на него, такая, типа, залезает, такая, «О, Кирилл, давай, давай!» Он ржёт над ней, прикалывается, говорит, типа, «Ты чего, мы так мало знакомы, нет?» Если он так ведёт себя, когда я говорю, «Ты хочешь её забрать?» Я говорю, «Ну, ладно, пусть идёт». Так ему это нравится. Он, нет, хорошо. Ну, ему нравится, что тёлка за ним бьёт. Он бесит, что он общается с тобой, я вижу, как он тебе симпатичен. Потом проводит время с Настей, он кончится. Просто я уверен, кто-то из вас предподнесли ему такую фишку, «Выбирай, пацан!» Да, ну, я ему сказала, что… Выбирай, кто? Понимаешь, если Алёна за ним бегает сама, да, к нему бегает, там, все дела, то ко мне он подходит сам. Я в курсе. Ну, вот, и я как бы за ним… Он мне так и сказал, он мне сказал, говорит, «Ксению?» Я говорю, «Хочу с ней встречаться, там, с ней, там…» Алёна, да, у нас спортивный интерес. Настя, ну, да, понимаешь, он колеблется. Я говорю, «Ты пацан, определись, а то…» Ну, так я… Пусть есть инфраструкция, получится. Слушай, я ему сказала, что, Кирилл, вот, когда определишься, тогда все дела, ну, как бы, тогда с тобой поговорим. А пока, как бы, ну, он говорит, типа, «Почему ты там ко мне не подходишь? Почему ты меня слушаешь?» Говорю, «А что мне к тебе подходить?» Когда ты определишься, тогда посмотрим. Тогда и поговорим, буду я к тебе подходить или нет. А пока, как бы, вокруг тебя, ну, ещё тёлочки прыгают. Я говорю, я не буду пополнять их полк и не буду точно так же около тебя прыгать. Но он сам подходит ко мне. То есть, когда мы там что-то с ним сидим или что-то, он ко мне подходит, или, ну, он там меня пытается обнять и прочее-прочее. Нет, ну, понимаешь, Ксения, так тоже некрасиво, человек видит, подходит ко мне, давай, ругаться не будем, мне жмет руку, да, я, Родет и Аленой, иду, там, вижу, я говорю, идем, покупаемся просто после вечеринки, да, говорю, ты так ляжешь? Она говорит, я, говорит, стесняю, хорошо, давай, я вышел, позвал. Да что она стесняется? Что она стесняется? Позвал. Она там залезает, ну, как бы, она была с Мишей, да, там, об него терлась, как бы, ну, он ей, ну, как бы, ну, он с ней не стал, да, в общем-то, потому что когда телка сама себе предлагается, никто не будет ***ся. И то, что мне сейчас Оксана там в паре, то, что я, во-первых, с Елисеем я не спала. Это раз. Второе, что ну, с Эриком, да, я спала, как бы, об этом, и я этого не стесняюсь. Почему я должна этого стесняться? Мы были с ним в отношениях, да, ну, да, у нас был секс, и все. То, что Елисея там ***, что я там с ним якобы спала, как бы, это пусть на его совести останется. Почему я должна с этим разбираться? А то, что Оксана ходит и начинает на меня гнать, там, что, что ли, я шлюха и прочее, прочее. Господи, да кто она вообще, чтобы мне что-то говорить? Ну, дело не в этом, здесь смотри. Мне вообще, я сама себя никому не предлагаю. О-о-о-о! Какой мастер? Все 10 минут, если ты в комнату не пойдешь, я его прямо вот эти. Я, похоже, любила такие. Все, не смотрю, я же похоже. Я стесняюсь тебя целовать. Алло, не стесняюсь, я целоваю. Сижу стесняюсь, я целоваю. Ты вообще мне жарко. Встань, пожалуйста. Ты можешь у меня сидеть, только стою, пожалуйста. Нереально калаустрофония. Ох, ну и все. Ох, ну и все, ох, ну и все. Ох, ну и все. Ох, ну и все. Ох, ну и все. Все 10 минут, если ты в комнату не пойдешь, я его прямо вот этой. Она нюхает. 10 минут тебе. Ты че за? Я тебе говорю, 10 минут. Ты че за меня не уважаешь? Почему нет? Мы с ними на тему не разговаривали. Не уважаешь меня? Все, что это? Это че за? Что? Че за? А? Че за? Нет, давай, Серега. Ты че как? Че скрываешься, как шалава? Я в курсе вообще-то. А, как шалава. Быстро. Алло, что видел? А, ну иди быстро в комнату. Сейчас она придет тебе. Не, она не нужна. Вот сюда принесу ее вещи. Живите здесь. Ясно? Ты меня помнил? Идем за мной. Идем, давай. Короче, я, похоже, влюбилась тут фильмом. Все, не смотри, если в паку. Реально тебе это не надо, все. Ну, вы идираешь здесь пока, и там не будет ничего. Короче, если бы с тобой встретились дома, там же совсем, то куда из меня-то шел? А здесь фигня, я через неделю въеду домой. Через 10 дней уже будет труба. Все будет все равно. Так что ты начинаешь? Я, ну, да и ты не хочешь услышать. Нет, малыш. Нет, да, просто я себя и считаю самым слабым здесь. Самым слабым здесь? Всех размочила нормально. Никого я не размочила. Они гонят на меня, я вот так сижу и всегда. Почему ты самая слабая? Не знаю. Давай так, физически дайди самые сильные. Из девочек. Потому что у них команда. У нас тоже банда нормальная, не ссы. Четыре человека. И Алена иногда. Эй, зайка иногда. Эй, зайка. Какие четыре человека? Какие четыре человека? Да я, Эль и Саша. Ну. Все? Ну, а у них кто? Вэл, Елисей и Кирилл. А у них из 10 человек, из 12 человек все остальные. Пендик, тюлень и клоун. Пендик, тюлень и клоун. Давайте ты такое с самого рождения с этого? Выгрейте чуть-чуть. А чем добрее ждите? Ну, так получилось. Я промахнулся. А, это когда еще? Мочишь и мочи. Я вообще хочу посмотреть, но ты раскрываешься, мне интересно. А то, что ты начинаешь менять, это игра, не игра, тебе это не нужно. Слушай, ну, я тебе сказал, я буду... Вот, слушай, я сегодня в блогу не хотела сюда. Я тебе сказал, я буду... Я понимаю, что пока она мне первая не даст, я не могу дать. Потому что завтра придется снимать. Извините меня все. Я буду рядом, если что, я буду тормозить, пока как бы, ну, нормально. Положись на меня. Ты успокоился, Саня? Чего? Успокоился? Я спокоен? А, нормально? Конечно, ребят, вы что, ради кого беспокоиться? Да, короче... Короче... Ей жизнь покажет. Мой, не знаю, совет, не совет, если ты хочешь, как быстрее, там, меня уважаешь, не уважаешь. Послушай, ты мужчина, правильно? Спасибо. Ты показал нам, какой, да, ты галантный мужчина. И оскорблять девушку, мне кажется, это не красит тебя. Ты выше этого. Зачем? Я выше этого, но... Эмоции? Как девушку... Нет. Я могу обосновать. Нет, обосновать можешь, но... Ты можешь, ты ушла к тому, ты была с Эриком, потом, типа, сейчас съездилась, я то-то, то-то. Да. Кто она? Ну-ка, ребята, узнайте, как его зовут, Бу? Та-ра-та-та-та-та-ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, я кайфую. Я сейчас какое удовольствие получаю от того, что я не кипишовал, не махал руками. Чувствуешь, да? Да. Не, он дал мне слово. Он дал мне слово. Да, я, пожалуй, ему руку, что-то кипишовать не буду в его сторону. Я подошел. Не, вообще, не вообще во все стороны, то, что я говорю, слушай, я... Ну, действительно, человек, за которого я кайфовал, вот реально. И тут вчера я вижу просто вот это вот представление, я думаю, блин, а где тут добрый Саня? Что случилось? Во-первых, доброго уже Сани нету, я сразу предупреждаю, доброго. Ну, справедливый Саня есть, который по факту и по движению в свою сторону будет судить людей. Кирилл, хочешь быть моим другом, хочешь быть моим товарищем в поступках, я сюда приехал от души показать свои таланты, показать, какой я есть сам, показать именно искренность, чистоту, которая есть в человеке. Показать, как я могу дружить, но как я могу дружить с теми людьми, которые в лицо мне улыбаются, а только как я отвернусь, могут в голове думать, я должен для человека что-то делать. Один в поле не воин, один палец можно разгрызти и сломать, а когда вместе, можно сделать кулак и по любой черной силе. Понимаешь? И даже здесь, если тебе поют красиво, пни дальше, а тот, который говорит тебе, это так, это так, значит, этот человек заинтересован в твоей правильности. Понимаешь? Мне от тебя ничего не нужно, Кирилл. Я от тебя отношусь, Ронда, нормально, я в тебе вижу нормальный пацан, красавчик, умеешь себя предподносить, умеешь вот таких молодых девочек с ума сводить. Делай красиво, молодец, красавчик, делай. Но, извини, не позволяет. Мое вот это сердце сраное, которое пережило уже столько, от батона до патефона, телефона, старого граммофона, понимаешь? Я все устал. Терпи. В голове. Окей, хорошо, я помню тебя, но вот завтра в любом случае вы будете пресекаться, ты не будешь цеплять ее? Вообще. Я тебе обещаю, просто она в эту комнату не зайдет. КОНЕЦ КОНЕЦ